Ой, всем привет! Вы меня долго просите рассказать, что же такое шоссейный велосипед, и, соответственно, ну, я не мог не рассказать, поэтому я вот сейчас нахожусь в тапочках, на велосипеде с маленькой ростовочкой, в помещении, все как вы любите, трэш и угар. Ну, на самом деле, для чего реально нужен шоссейный велосипед? Вы должны понимать, что любой шоссейный велосипед – это тупо спортивный снаряд. Он рассчитанный на то, чтобы вы на нем пуляли, он не рассчитан на прогулочные поездки, он не рассчитан на передвижение по грунтам. Да, у современных шоссейных велосипедов есть огромнейший просто запас прочности. Ну, не МТБшный, конечно, но по сравнению со старыми, допустим, шоссерами, псевдошоссерами из водопроводных труб, ну, как бы, достаточно посмотреть парочку роликов, по-моему, Крис Акрик там делал трюки на обычном шоссейном велосипеде. Вполне себе неплохо он это пережил. Главная отличительная особенность велосипеда вообще шоссейного в том, что у него очень узкие колеса. У многих современных шоссейных велосипедов 25-й покрышки – это чуть ли не предел объема, который можно поставить. Можно, конечно, поставить больше покрышки, не вопрос. Но, во-первых, уже не во всякую раму они влезут. Во-вторых, они сделают ваш велосипед менее скоростным. Ну, помимо, конечно, объема покрышек, важно понимать, что еще очень важно давление. Чем выше давление, чем жестче колеса, тем меньше пластическая деформация, и, соответственно, тем лучше накат. Но, опять же, у вас будет все очень жестко. Характерная особенность шоссейного велосипеда заключается в том, что он ригит. Он всегда ригит, и современные адекватные шоссейные велосипеды, они все идут на карбоне. Возможно, существуют хромолевые велосипеды, но это очень редкость сейчас из современных. В основном это карбон. Ну, из адекватного сегмента. Есть, конечно, бюджетные алюминиевые, но все нормальные велосипеды, что разделочники, что просто шоссейные, а не карбон. Чем еще, кроме узких колес, отличается шоссейный велосипед? Если мы посмотрим сюда, то увидим аэродинамические перевилки, плоские спицы для лучшей аэродинамики. Еще отличительной особенностью шоссеров можно считать спецовку. Обратите внимание, что здесь с одной стороны всего лишь шесть спиц, с другой стороны в два раза больше. Это связано с тем, что когда вы крутите, у вас есть какая-то определенная нагрузка. Поэтому, чтобы у вас не вырвало спицы, колесо не деформировало при очень резком усилии спицовка на задних колесах. Вот такого плана. Ну, и про аэроспицы я уже говорил. Вот, если посмотреть близко, вот так выглядят аэроспицы. Они плоские, чтобы рубили воздух, рубили попавшие туда конечности. Задний треугольник более длинный, но это все зависит опять же от модели. Где-то он может быть более длинный, где-то более короткий. Но вообще в целом для шоссейного велосипеда характерна вот подобная посадка. Когда вы лежите, у вас минимальное сопротивление воздуху идет. И вот, соответственно, чем ниже вы лежите, тем лучше, быстрее вы едете. Усиливаются только определенные места на велосипеде. В случае с задними перьями это только правое нижнее перо. Почему? Все же, как я говорил, на большинстве шоссеров пока стоят клещевые тормоза. Поэтому нагрузка приходится практически в верхнюю часть рамы. А дисковые тормоза нагружали бы перья задние. Но так как здесь нет дисковых тормозов, то усиляется только нижнее правое перо, которое принимает нагрузку, когда вы начинаете педалировать. Существует также еще особенности компонентов. Например, для шоссейных велосипедов существует отдельная группа. Вообще в мире, в принципе, существует три группы компонентов. Это МТБ, это шоссе и сити. Соответственно, я о них как-нибудь расскажу, но МТБ, переключатели, туда же входят и переключатели для гравити дисциплин. У шоссера из-за особенностей руля, который называется баран, нужно специальные пистолеты ставить. Ни на какой другой руль они не подходят. Только на барана. Чтобы можно было тормозить и верхним хватом, вот таким образом, и нижним хватом. Плюс здесь, по сути, комбо-монетки. У вас переключение идет внутри тормозных ручек. Существуют отдельные старенькие велосипеды или для людей, которым просто это неудобно, выносные монетки либо на раму, либо сюда на руль. Но с точки зрения, как бы, уровня катания, все там ультегры, диай и так далее, ну, электронные переключатели, они все дюрайс, вот, или как это, дюрайс называется, да? Вот, или дюрайс, они все, как бы, находятся в пистолетах. У дюрайс там вообще электронное переключение. Я вроде вот особо никаких действий не делаю, тупо кручу педали, но я уже тут ус запарился. Если вы любите съезжать на грунт, шоссейник вам вообще не вариант. Вам нужен циклокросс, гревелбайк и так далее, но ни в коем случае не шоссейник. Он очень плохо ходит по грунтам. Даже по твердым укатанным грунтам на 25-х полных сликах вам будет тяжко. Ну, еще чаще всего шоссейные велосипеды, в принципе, не рассчитаны на то, чтобы ставить багажники для длительных путешествий. Это вам все, нужны другие классы велосипедов. А вот если вы хотите погонять, занимаетесь триатлоном, то это либо шоссейник, либо, наверное, даже скорее, кроме триатлона, это скорее всего либо разделочные байки, либо шоссейники, а у них рама, в принципе, одинаковая. Ну и да, в отличие от трекового велосипеда, у шоссейника обязательно вертикальные дропауты. Есть переключатель скоростей. Как правило, все шоссейники сейчас комплектуются системой 2.10, ну и там в зависимости от вариаций. Для шоссе все же там 1.12 это маловато. Нужно больше. Нужно больше золота. После последних событий, которые были на гонках, когда людей посекло дисковыми тормозами, непонятно, как сейчас будут обстоять дела с шоссейным велоспортом, с дисковыми тормозами. Пока властвуют догмы и парадигмы клещевых тормозов. Существуют, возможно, еще какие-то другие варианты, но 90% шоссейных велосипедов это исключительно клещевые тормоза. Ну и вес. Вес очень важен. Чем легче ваш велосипед, тем проще вам разгоняться, тем дольше вы сможете проехать. Может, вы тратите меньше усилия на то, чтобы раскрутить все это. Но есть минимальное ограничение по весу. Насколько я помню, нижняя планка, то есть как бы верхний предел планки веса велосипедов на регламенте соревнований, если мы говорим нормальные соревнования, нет никакого. Хоть 50 кг у тебя будет велосипед. А вот нижний предел, последний раз, когда я узнавал, был установлен на отметке 6,5 кг. То есть ваш велосипед не может весить меньше 6,5 кг, чтобы быть допущенным до соревнований. Возможно, эти цифры сейчас немножко поменялись, но в целом вот примерно так. Ну и вы должны понимать, что как бы велосипед весом 6,5 кг, это совсем не дешевая машинка. Вы не сможете его купить за 10, 20, 30, 40, да даже, наверное, за 100 тысяч навряд ли вы купите. Только СБУ сильно. Хороший, спортивный, гоночный шоссейный велосипед – это удовольствие не из дешевых, как и с машинами. Ну, собственно говоря, добавить мне по шоссейным велосипедам больше нечего. Вы просили рассказать, что это такое. Я вот добрался рассказать. Сейчас отдышусь, больно уж тяжко мне это все делать. И буду рассказывать вот об этом замечательном спеше. Я Алексей, бай! Субтитры создавал DimaTorzok